Праздник Рождество Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых праздников, посвященных рождению Девы Марии в семье праведных Иакима и Анны. Деткам вот сказала, что мы идем на праздник, на день рождения. Сегодня родилась Пресвятая Богородица. С утра собрались. Детки с хорошим настроением отправились в храм, чтобы причаститься к святых христовых таинств. Рождество Пресвятой Богородицы 2017 года пришлось на четверг. Вечером накануне православные верующие приняли участие во всеночном бдении. Утром 21 сентября в каждом храме Хабаровска прошли божественные литургии. Ну а после службы митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир обратился с проповедью и словами поздравления к прихожанам. Пусть Матерь Божия, стяжавшая особое материнское верзновение к Своему Божественному Сыну и Господу нашему Иисусу Христу, помогает нам приблизиться к нашему Небесному Творцу и Создателю. Укрепляет нас на всех наших путях в христианской жизни. В Православной Церкви День Рождества Богородицы считается особенным для благословения семьи. Именно в этот праздник бездетные пары приходили в храмы в надежде получить благодать на рождение ребенка. Церковь всегда с особым трепетом относится к причистой госпоже Богородице, всегда обращается к ней в своих молитвах. Почему? Наверное, каждый христианин испытывал так или иначе такое состояние, когда, может быть, не мог напрямую обращаться ко Христу, к Богу с каким-либо вопросом, с какой-либо просьбой. Но в такие моменты ты чувствуешь, что можно помолиться Божией Матери, которая исходатайствует перед своим Божественным Сыном что-либо просимое тобой. 12 сентября – престольный праздник в храме благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского в Хабаровске. День памяти святых здесь отмечают праздничной литургии и хоровым приветствием кадетов. Русская земля, Божья обитель, бьется на заре несказанный свет. Русская земля, кто тебя видел, нет рукам твоим, прощения нет. Юные кадеты – почетные гости на праздники. Дружба между школой имени Федора Федоровича Ушакова и этим храмом длится давно. Священники регулярно проводят занятия в школе, а кадеты, в свою очередь, ходят на службы. На первый план выходит в системе образования воспитание, уже во вторую очередь образование, потому что воспитать патриота – это более даже важная задача, чем выпустить образованного специалиста. Это богослужение для всех присутствующих особенное, ведь оно проходит в стенах вновь отстроенного после пожара храма. Тот страшный день служители прихода хорошо помнят. Горе, конечно, было большое, потому что мы восстановили храм, и он практически в деревянном устроении был уже построен, и мы должны были войти в него и начать служить. Но утром пришли, ну, головешки. Естественно, так-то по-хорошему нужно было плакать, но я батюшке говорю, у нас есть еще храм Данила Московского, давайте сразу начнем служить литургию. Вот, он говорит, а книжки-то есть? Я говорю, ну, кое-какие есть, буквально 15 минут собирались, но начали служить. Да, часть клироса плакала, часть пела. Храм сгорел почти полностью в ночь на 5 апреля 2014 года. Из святынь сохранились лишь мощи Александра Невского, алтарный крест, надвратная икона и сильно поврежденный серебряный оклад старинной иконы святого. Восстановление церкви идет и по сей день. Все работы ведутся на пожертвования прихожан. На очереди внутренняя отделка. Сейчас мы этот храм поставили основательно, правильно, по всем канонам церкви. И это, наверное, почетно, потому что Александр Невский все-таки очень великое святое имя. И уж на дальневосточной земле каменный храм заслуживает наш святой, великий. Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей страны. Свидетельство тому многочисленные храмы, посвященные святому Александру Невскому. Историю жизни благоверного князя хорошо знают и в Хабаровске. Особенно юные кадеты. Для многих воспитанников школы Александр Невский и его сын Даниил Московский – примеры для подражания. Приходить буду почаще. Думаю, наверное, и каждое воскресенье буду ходить утром. Впечатления остались большие. А это уже традиционная проповедь настоятеля храма отца Василия. Для этих юных прихожан у него всегда найдутся нужные слова. А в честь праздника и небольшой подарок – карманная иконка покровителя воинов и защитников Отечества князя Александра Невского. Вы служите и служите Отечеству. И ваше служение сегодня за школьной партой. И качество вашего служения – это ваши дневники. Что там стоит? Какие оценки? Путь, по которому вы уже начинаете идти – это путь служения Богу и Отечеству. Я продвинулась. Теперь я знаю, что кроме «Не убей, не укради» есть еще первая заповедь. Она касается напрямую Бога. Каюсь. Нарушала ее. Еще что-то слышала. А «Не сотвори себе кумира» – это к звездам кино относится, что ли? Вторая заповедь звучит таким образом. «Не сотвори себе кумира» и всякого изображения. Ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле, ни того, что под землей, в водах не поклонись и не послужи им. Эту заповедь дал Бог через пророка Моисея всему человечеству в 2000 лет до Рождества Христова. И она относилась к тому, чтобы люди не представляли Бога в виде какого-то существа. Но для людей тех времен невозможно было себе представить, что Бог не имеет каких-то очертаний. Всегда изображали в виде каких-то, может быть, людей, существ, животных, сил природы. Да, я слышала, что Бога нельзя изображать. Для тех людей, которые жили временно Моисея, эта заповедь была настолько высока и настолько, можно сказать, потрясающей для сознания человека, что люди тех времен, они не могли себе представить, что Бог, Божество невообразимо. Поэтому то, что Моисей писал, это явно было нечеловеческое измышление. Даже в канонах церкви Бога Отца нельзя изображать, потому что действительно Он не такого представления, как Его изображают в виде дедушки старенького. Бог есть Дух по определенности в Священном Писании. А как же иконы? Ведь на них изображается Господь. Бога действительно невозможно изобразить, Его никто не видел, потому что Он невообразим. А когда Бог стал человеком, родился человеком, мы изображаем Его человеческое естество. На иконе Христос ображается как человек. Но мы знаем, что Христос — это не просто человек, это Бога-человек. Поэтому мы, изображая Христа, изображаем Бога-человека. Почему изображается Христос на иконе? Потому как есть в церковном предании, есть в истории церкви, что сам Господь оставил свой неракотворенный образ на полотне, которым отер лицо после омовения. И это полотно было передано эдесскому князю Авгарию, который был неизлечимо болен. И после того, как последний увидел изображение Христа на этом полотне, которое отобразилось, он получил исцеление. Да, я в нескольких храмах видела копию так называемого «Спаса нерукотворного». Там действительно Христос изображен как бы на куске ткани. Это предание церкви, оно осветлено в истории. Долгое время этот образ находился во вратах Эдессы города. И люди, входя во врата города, поклонялись этому образу, нерукотворенному. Нерукотворенному образу Христа. А как же Божья Матерь? Кто знает, как она выглядит? Есть предание церкви, что апостол Лука изобразил Божью Матерь на столешнице, за которой принимали трапезу Христос и апостолы. Изображая Божью Матерь, мы изображаем как воспоминательные образы о том, что она была на земле, что Господь Иисус Христос был на земле. Но иконам же поклоняются. Христиане не считают, что иконы, доски, краски, это не возводит их в божество, не как Богу поклоняются. Естественно, нормальный человек это тоже понимает. Поэтому просто выражаем почтение образу Христа. Я думаю, что Господу приятный, если его образ люди оставят на видном месте в доме, особенно почитают, зажигают перед ним лампаду. Это как примерно если какой-либо человек... Приятно, когда дети хранят его родительские фотографии у себя в почетном месте. Человеку это приятно. Господь это принимает как почтение к нему, к его образу. Я идола в себе не делаю, у камушков помощи не прошу, иконы почитаю. Значит, я вторую заповедь не нарушаю? Идолами и кумирами могут быть не только железные, каменные или деревянные извояния или изображения. Кумирами может стать любой предмет и любое какое-то дело, которое затмевает человека, затмевает Бога от человека. То есть человек не видит за этим кумиром своего Творца. Он мешает, кумир мешает ему обратиться к Творцу, мешает найти опору в Боге, обратиться к Нему за помощью. Например? Кумиром может стать работа, может стать даже укрепление своего здоровья, семья даже может стать, дети. Казалось бы, но это самая святая семья и дети, здоровье тоже необходимо людям. Но это может стать такой вот, как расстановка приоритетов нарушится. Бывает, у человека нет времени сходить в храм или обратиться к Богу, потому что он чем-то очень сильно занят, каким-то своим хобби, может быть, или своим интересным делом. А еще что? Кумир – это на то, что человек возлагает свои надежды. На то, что он имеет опору. На то, что он имеет опору, на что он надеется. Это, может быть, деньги, богатство, это, может быть, власть, это положение в обществе какое-то, друзья. А это чревато? Господь разумляет. Такие случаи бывают, когда человек все теряет. Казалось бы, теряет, может потерять работу, даже семью. И иногда не понимает, почему это происходит. Ой, а бывает, что мужей теряют, когда на них с ветклином сходится. Не только муж, но и женщина может стать кумиром для мужчины. И мужчина для женщины стать кумиром. Когда они… Вот один человек живет ради только другого, то есть всего себя отдает. Да, вот это проверяется, когда Господь, вернее, спасая нас, попускает иногда потерять того, на кого человек полностью возлагал свои надежды, все свои силы отдавал. В храм много людей приходит сразу с горем, со слезами. И бывает даже ропщат на Бога, почему Бог так попускает, почему Он так даже называет какую-то жестокость, какое-то наказание, которое человек и не заслуживал. Ну, пришел, говорит, потерял работу и семью. Ой. До этого, когда разговор прошел, что обращался к Богу или до этого, нет. А сейчас вот обратился. То есть Бог убирает этих предметов, которые затмевают человека от Бога, для того, чтобы открыться ему самому, чтобы человек начал обращаться к Богу именно. А так вот человек и не обратился бы, может быть, такие вот случаи бывают. И когда начал обращаться к Богу, тогда все восстановилось и с работой, и с личной жизнью. Должна быть иерархия, Бог на первом месте, потом идет какой-то другой предмет. А если ребенок становится кумиром? Вы знаете, вот такие, ну, один из случаев таких, конечно, он, этот случай, ну, такой, как проверка очень страшная была. Семья потеряла ребенка, и когда потеряли ребенка, был очень сильный ропот на Бога. Была очень сильная обида, потому как они к Богу-то обращались, за этого ребенка молились. Ну, взрослый уже человек был, он не маленький, не младенец. В него много вложили родители, очень много занимались им, этим ребенком. Образование ему старались дать. И вот в одной части потеряли. Ну, это, конечно, ну, Бог так попустил, когда у родителей проявился обида на Бога, ропот. Это показали того, что все-таки ребенок был выше, чем, ну, как бы он на первом месте стоял. А Христос сказал, кто возлюбит отца или мать, или сын, или дочь, больше меня не достоин меня. Такие слова. Ну, это, конечно, не сказать, что это вот именно так, Господь так делает, чтобы вот было нам больно. Но судьба Божия нам неисповедима, почему Бог так попускает. Но проявление того, что ребенок все-таки был на первом месте, что Бог-то, в принципе, им нужен был, чтобы для того, чтобы только с ребенком все было хорошо. Ну, Бог как просто сырьевой предаток такой, чтобы, ну, для того, чтобы нам было хорошо. Это тоже неправильно. Получается, не сотвори себе кумира и не потеряешь? Да, если родители должны так вот, если дан ребенок, конечно, нужно им заниматься, в него вкладывать свои силы. Но помнить, что все, что не происходит в жизни, все-таки это с Божьей волей, с Божьей ведомой. Поэтому к Богу обращаться, к примеру, ребенок заболел, нужно думать о том, что не роптать на Бога, почему ребенок болеет, а может, искать причины, почему он болеет. Может быть, за грехи родителей часто дети наши болеют. Учить ребенка самого к Богу обращаться, чтобы старался делать добрые дела и самим делать бескорыстные добрые дела. Интересно, а из чего люди чаще всего кумира в себе делают? В современном обществе существует такое, как кумирослужение, это как человек сам себя делает кумиром. Очень много времени тратит на свои какие-то потребности. Очень много. Не находит времени для служения ближним, к примеру, из-за вот этих вопросов. То есть занимается только своими проблемами. Когда человек делает только для себя, он себя делает кумиром. Если он делает для других, он делает ради Бога уже, ради Христа, как говорили раньше на Руси. Да, по воскресеньям у меня бассейн, поэтому на службы ходить не получается. А родителям, друзьям не успевая помогать даже. Обратиться к Богу иногда не желает, думает, только надеется на себя. Надежда на то, что на свои силы, на свой разум, на свою какую-то успеваемость, на свои способности человек надеется. То есть на какое-то там умение договариваться, умение решать проблемы. То есть человек сам ищет в себе силы. С одной стороны, это хорошо, когда человек делает что-то, пытается что-то сделать. Но когда он надеется только на себя и не считает, что Бог ему может в этом помочь. Но бывает, что получается у человека самого. Зачем ему Бог, когда он сам может все сделать и сам к этому и видит результаты, что получается. Все получается, все делал где-то там, позвонил, договорился, где-то поехал, где-то узнал, где-то заплатил, где-то там с кем-то, кого-то попросил. Все вроде, и зачем Господь? Вот это очень опасное такое движение, это, конечно, гордыня человеческая, потому что Бог, конечно, помогает. Но помогает через людей, помогает через обстоятельства жизни, через мысли, собственно, нашими же руками. Но только нужно... Он когда помогает, тогда все получается правильно. Часто люди вроде бы стремятся к чему-то, потом видят, что результата никакого нет. Что-то там суетился, бегал, что-то делал, остался у разбитого корыта и не может понять, почему. Почему? Я потому что полагался на себя. И Господь сказал, ну если ты хочешь на себя полагаться, ну попробуй. Ты сам? Ну давай. И человек видит, что часто результата никакого, или очень слабый результат, или много ошибок допускает. Да, у меня такое было. Каюсь, я исповедуюсь, но как не исправиться? Человек начинает предпринимать какие-то усилия для того, чтобы покаяние выразилось в делах. Каких же? Если работа поглощает все время человека, если имеет возможность все-таки как-то сократить эту деятельность, ну по возможности или как-то найти время все-таки для духовных своих потребностей, для служения ближним, тогда это уже действенное покаяние. Когда человек отказывается от себя, от эгоизма, это тоже есть деятельное покаяние. Служение ближним своим добрыми делами. Ой, забыла, а как же кумира? Звезды кино и эстрады. У меня есть один такой, красивый очень. Правда, у него снова новая пассия. Если человек не выбирает какие-то высшие идеалы, то он становится подобным тем идеалам, которые он выбирает, подобным этим идеалам. А зачастую они ведут не в сторону улучшения нравственности человека. Но это, может быть, не есть такое затмение Создателя. Это не тот кумир, который затмевает Создателя. Это тот кумир, над которым человек формирует себя по образу этого кумира, может быть, по образу этого человека. Хотя, вот даже сравнить с тем, на кого мы должны подражать, ведь Христос — это тот идеальный человек, который даёт возможность нам быть похожими на Него. То есть это идеальное подражание идеальному человеку. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok